Томсо читал статью на Вайфонде о девушке, которая рассказывает про гладармецких адыровцев, свят Аллах. Откуда эти выродки появились среди нас? Пусть Аллах ускорит гибель этих гнусных предателей. Да, это очень, конечно, тяжелое письмо этой девушке. Я всем рекомендую, кто его не читал, почитайте. Перейдите по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Я там репостнул эту статью. Статью вообще опубликовал Вайфонд, за что им огромная благодарность. Я считаю, что это очень смелый шаг для тех людей, которые рассказывают эту всю правду. И ее нужно рассказывать. Я надеюсь, что ее примеру, примеру этой девушки, последуют и другие пострадавшие от их рук. Пусть они будут это делать с измененными данными, но как бы там ни было, это нужно все придавать огласке, чтобы показывать, чтобы показывать прежде всего нам самим, нашему народу, о том, какие эти люди, насколько отвратительные мерзавцы сегодня находятся у власти в оккупированной Чечне. Посмотрите просто, как они издеваются над людьми, как они издеваются над женщинами. Вы вдумайтесь просто, этот человек похищает женщин, жен задержанных, их родственниц, сестер и так далее, похищает их, потом над ними издевается в плане не просто каких-то пыток, током или избиения, а с применением сексуального насилия, делает это перед их мужьями, задержанными мужьями. И этот человек, это важно понимать, что он из нашего народа, это человек, который воспитывался, среди нас рос, это вот частица нашего народа, понимаете, которая продалась, перешла на сторону России, и творит это с нашим же народом, со своими же собратьями он это делает. И после этого эти же люди, их руководители, садятся в эфирах ЧГТРК, пуская слезу на камеру, они говорят, мы за честь чеченской женщины, мы там готовы умирать. Плачут, понимаете, уровень этой актерской игры. И этот человек, плачущий на камеру и говорящий про чеченскую женщину, про ее честь, он знает, что вот эта тварь, его подчиненная, что она творит это в этих их подвалах, в их тюрьмах, он знает об этом. Это не скрыто от него, он и сам делает то же самое. Это очень важно, чтобы мы, чтобы эти истории, они звучали. Многие этого не понимают. Вот мы об этом говорим, нам кажется, большинству из нас, наверное, кажется здесь в эфирах, что все это знают, все это не знают, друзья. Многие этого не знают. Многие, даже если знают теории, но когда они читают, когда они прям им рассказывают подробности о все, что происходит, то это вообще по-другому как бы ты это осознаешь. Вот, допустим, вспомните историю, когда Салмана Типсуркаева унизили, да, посадив на эту бутылку. Мы с вами знали, что они это делают, но когда мы это увидели своими глазами, это оказало на нас совершенно другое влияние. Мы как будто бы это, сами это все прочувствовали. Вот то же самое бывает, когда ты читаешь эти истории, когда мельчайшие подробности описываются, когда называются имена, называются места, время, что именно они делали, как они разговаривали, как они действовали. И вот в этой статье, опубликованной Вайфондом, там все эти мельчайшие подробности описаны. Эта девушка, видно, что это невыдуманная история, она рассказывает все подробности мельчайшие, как он зашел, как он схватил там за волосы, как он расстегнул и так далее, все эти нюансы. Да, это очень сложно, это неприятно читать эти вещи, но их надо читать, чтобы это знать. Поэтому переходите по ссылке, читайте, и я призываю всех других наших сестер и братьев, которые подвергались подобным истязаниям, пыткам, которые стеснялись об этом говорить, кому стыдно об этом говорить, кому больно это вспоминать, сделайте это, присылайте такие истории, говорите об этом. Если кто-то готов дать интервью со скрытием лица, с изменением голоса, с изменением данных, как вам угодно, давайте это сделаем. Я готов озвучивать такие истории и придавать их огласки. Это очень важно, и не слушайте тех людей, которые говорят, зачем об этом говорят, это не нужно выносить, это у нас не... это нужно. Как раз таки это нужно. Чтобы это победить, об этом нужно знать. Народ должен это знать. Только тогда он сможет эти вещи искоренить. Поэтому об этом нужно говорить. Кстати говоря, завтра в столице Норвегии, Осло, пройдет митинг. Митинг против вот этих вот издевательств над женщинами, в защиту наших женщин. Инициаторами этого митинга является чеченская диаспора Норвегии. Я призываю всех, кто может принять участие в этом мероприятии, в первую очередь, конечно же, живущих в Норвегии и чеченцев, а также тех, кто живут в других странах, но могли бы, могут завтра присутствовать на этом митинге. И я прошу поддержать эту акцию, принять в ней участие. Давайте будем, хотя бы в такие моменты, давайте будем как-то консолидироваться. Давайте будем показывать, что нам, что мы не приемлем эти вещи, что мы против этого. Давайте выступать, говорить об этом. Я призываю к тому, чтобы подобные акции проводились и в других странах, там, где вы можете организовывать эти мероприятия. Организовывайте, мы будем всячески их поддерживать. О, в Аллахе, Рамзан, молодец, Маух, говорит, я не связан с ними и так далее. Клянусь Аллахом, я рядом с ним встал бы, если придется, жизнь отдал бы. Я очень уважаю этого человека и видел сон, где мне какой-то человек говорил, дальше, не знаю, он, видимо, будет еще писать, но смысла нет больше, не пиши. Тебе нужно осерегаться того, чтобы ты не встал рядом с ним в судный день. Лучше осерегайся этого, покопайся в своих убеждениях, поизучай свою религию, немножко поразмышляй над этим. Ты говоришь очень опасные вещи. Да упасет нас Всевышний Аллах от того, чтобы стать с ним рядом в этом мире, а тем более в мире будущем. Немецкий солдат, германский рейх, мир тебе, брат. В священном Пуране сказано, что Всевышний дарует власть тому, кому пожелает. Брат, я немного не могу понять, вот эти псы позорные сегодня во власти, неужели всемогущий Бог позволил им это? Но Аллах по своей мудрости позволяет многие вещи на этой земле. Это вопросы предопределения, они очень сложные, мы не будем сейчас в них вникать. Я вообще прошу какие-то религиозные сложные вопросы не задавать в этих эфирах, это нужно задавать на специальных площадках религиозных. Но так, если немного поразмышлять над этой темой, мы ведь понимаем, что многие вещи в этом мире происходят, я имею в виду вещь, то, что относится к злу. Мы понимаем, что Аллах недоволен этим, однако Аллах так устроил этот мир по своей мудрости, что происходят и злодеяния, и злые люди живут и совершают эти злые деяния, и Аллах дает им какую-то отсрочку. Но непременно эти люди будут наказаны. Вот что мы знаем, вот в чем мы не сомневаемся. И мы не сомневаемся в том, что мы придем к успеху, а они будут опозорены. У нас нет никаких сомнений в том, что мы будем помилованы Всевышним Аллахом, а они не будут, они будут наказаны. Так что, как бы они не вели себя в этом мире, как бы сильно они не беспредельничали, и какой бы срок им не был на это отведен, конец у них будет печальный. Тумсо Кадыров смотрит каждый твой стрим. Ты в прошлом стриме говорил про нефть и газ в Чечне, что РФ не даст строить там нефтезаводы. Кадыров поднял эту тему, сказал, что не может найти инвесторов. Да, я видел. Кадыров сморозил там очередную глупость, сказав, что у нас Россия выделяет ежегодно 375 миллиардов. Его, разумеется, сразу опровергли. Сразу указали ему на бюджет республики, который в три раза меньше. Тогда он сказал, что он говорит о каком-то там об общем содержании, как-то он там назвал, я сейчас не помню. И это тоже опровергли, так как даже если это все вместе собрать, все равно не получается 375 миллиардов. В общем, сел парень в лужу. От этого он, видимо, выглядел так неуверенно на своем последнем совещании. Он говорил, что вот, мол, отвечать там никому не надо, мы должны свою гнуть линию, больше не будем никому ни на что отвечать. Я плохо владею русским языком, говорил Кадыров, поэтому я не всегда могу мысль свою выразить. Но если не владеешь, что ж ты разговариваешь тогда, не говори, не говори глупости. Ты не только русским языком не владеешь, ты цифрами не владеешь. Ты, в принципе, не владеешь логикой, мыслью, разумом, ты ничем из этого не владеешь. Ну, просто, я не знаю, уйди на пенсию, сиди дома, не разговаривай, не неси пургу. Не пытайся выглядеть умно, не говори про деньги, про цифры, про бюджеты. Не говори просто, если не умеешь. Субтитры создавал DimaTorzok